Почему не можешь помочь? Вы, если чувствуете, что не можете помочь, значит, вы не знаете процесса. Когда вы начинаете молитву, вы сразу помогаете. Но помощь увидеть вы сможете только потом. Сначала ее не видно, и так человек испытывается молитвой. Вы даже в себе не видите изменений. Вы потом только увидите. Только на третьей стадии чудо происходит. Сначала вроде легче стало, вроде бы все хорошо, а все равно ругаемся. Потому что это только первая стадия, она только внутри твоего сердца. Почему я молюсь, мне все хорошо, я верю, что у нас все хорошо будет, а с нами, между нами, как было, так и осталось. Потому что это только первая стадия. Когда вы ко второй переходите, то начинают меняться отношения. Но он как был, так и остался. И вы думаете, опять ничего не помогает. А потом, когда он начнет меняться, вот тогда вы поверите в Бога. Но это надо три стадии пройти. Это год пройдет, понимаете, ваша молитва. И пару месяцев моей. А если вы будете сами бубнить, то всю жизнь придется на это потратить. Нужно включать голос тех, кто молится, входить в это общее пространство, опираться на себя. Вместе с ними становиться сильной в молитве. Вы должны почувствовать в своей голосе силу, которая от них перешла. И тогда это значит, что разум включился. Вот она, когда последний раз повторила, у нее голос поменялся. Это значит, что вот она, сила пошла. И разум ее начал жить. А значит, победа тоже начала жить.